Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Майк Новоград звонкует пробитие нового максимума к 2019 году. Он говорит, что это случится благодаря очередным институционалам. Тем временем, все, которые должны пропустить институциональных инвесторов в игру, продолжают рамсить и лютовать. Последней их выходкой стал прессинг Захаря Коберна, основателя DEXA EtherDelta. Об этом мы поговорим в начале выпуска. Дальше внимательно рассмотрим рынок DEXA и сравним их преимущества перед централизованными биржами. Ну а в конце выпуска устроим небольшой блиц по самым ярким новостям этой недели. Но перед тем, как начать, я хочу, чтобы вы прямо сейчас подписались на канал CryptoDealers, потому что каждый раз, когда вы пропускаете наши видосики, SEC придумывает новый закон. Погнали! Комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC выдвинула обвинение против основателя платформы для торговли криптовалютными токенами EtherDelta Захари Коберна за предоставление услуг по обмену ценных бумаг без регистрации. Степан Гершуни оставил конструктивный комментарий на этот счет. SEC опубликовали обвинение против биржи EtherDelta в организации нелицензированной биржи. Это, кажется, первый кейс предъявленных обвинений против биржи, где нет и не было операций с фиатом. Основатель биржи уже заплатил 475 тысяч долларов штрафа, пение и сдержек, и, похоже, на этом все не ограничивается. Ему были предъявлены обвинения, даже несмотря на то, что он продал и перестал вести операционное руководство биржи еще в 2016 году. Окей, допустим, Коберн залез в правовое поле SEC, хотя из игры вышел еще в 2016 году. Да будет так. Но как SEC проводит такие радикальные меры, когда они еще сами четко не объяснили, что является ценной бумагой, а что, мать его, нет? Представителям комиссии по ценным бумагам и биржам США, вероятно, уже и самим надоели постоянные ссылки на отсутствие регуляторной определенности вокруг криптовалют и токенов ICO. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из сегодняшнего выступления директора по корпоративным финансам комиссии Уильяма Хинмана. Объяснение будет на простом английском, и оно позволит дать исчерпывающий ответ на вопрос, является ли мой токен ценной бумагой, заявил он, выступая на конференции в понедельник. Будет самое простое и понятное руководство, ознакомившись с которым, вы и сами все поймете, пообещал Хинман. А что, если обвинение против Этер Дельта – это не разовый случай, а первый? Может ли случиться так, что какая-то доля, например, 5-10% крипторынка, тупо уйдет в тень, создаст ультраанонимные дексы и будет тихонечко проводить там сделки? Вопрос такой. Как вы считаете, провоцируют ли правовики своими действиями создание теневых рынков? Напишите об этом в комментариях или давайте поговорим на эту тему в нашем телеграм-чате. И вот мы подобрались к теме ДЕКСов. Хакерские взломы, жулики, админы, большие комиссии – такие движухи как бы намекают, что дело идет за децентрализованными биржами. Активное развитие криптовалютной отрасли привело мир в новую эру цифровых взаиморасчетов. Основными факторами, сделавшими их востребованными, стали анонимность и децентрализация. С другой стороны, данные факторы привели к неоднозначной реакции правительства крупнейших стран, не желающих выпускать ключевые финансовые потоки из своих рук. Возможность обмена криптовалют между собой, а также фиатные деньги и обратно реализована довольно большим количеством обменных автоматов и криптобирж. При этом большинство обменных и торговых площадок представляют собой аналог брокерских компаний Форекс-отрасли. Фактически все средства пользователей криптобирж хранятся и управляются из одного места, нередко с одного счета. Такой движ привел к постоянным взломам площадок, а общая сумма убытков от атак уже давно перешла отметку в ярдбаксов. Конечно, владельцы бирж обновляли систему безопасности, ввели процедуру КВС, начали хранить незадействованные активы на холодных кошельках и как бы решили этот вопрос. А те, кто уверил и обеспечил максимальную безопасность, привлекли мегатрафик юзеров к себе на площадку. Но тут вот какое дело. Крипта – это валюты, которые невозможно отследить и которые в принципе противопоставлены привычным финансовым активам. Торгуются на площадках, созданных по классическому принципу. Это впервые было озвучено после краха Empty Gox. Дальнейшее развитие истории доказало, что на централизованных площадках нет абсолютной защиты от взлома, в особенности, если соучастником является сотрудник компании. Не стоит забывать и о государственных интересах стран, где размещены офисы и серверы компаний. Одним из последних форс-мажоров стало закрытие проекта БТЦЕ с блокировкой всех средств клиентов. И чтобы таких вопросов не возникало вообще, и были придуманы ДЕКСы. Ну как придумали, господин Сатоши прописал эту концепцию еще 10 лет назад, а их популярность наступила только сейчас. И специально по такому случаю я подобрала свой топчик ДЕКСов. Вчера на нашем канале появился новый выпуск программы The Face с Сашей Ивановым главной роли. Так что с него и начнем. К вашему вниманию, Waves Dex. Инструменты, размещаемые на платформе, подбираются, исходя из их спекулятивной востребованности трейдерами и популярности среди пользователей. Waves Dex не торгует свежими токенами новых сетей. Кроме криптовалют, платформа предлагает торговые пары с фиатными деньгами. Изюминкой биржи является алгоритм сверки ордеров. Он производит сопоставления выставленных на покупку и продажу ордеров по цене и объему. В результате обработка происходит как на централизованных торговых площадках, но безопасность остается на уровне децентрализованных. Все операции происходят в формате P2P, с кошелька продавца на кошелек покупателя и записываются в блокчейн. Доступ к платформе Waves Dex получают все пользователи, скачавшие кошелек Waves и создавшие в нем свой аккаунт. Вы смотрите канал Криптодилерс. А следующие чуваки, с которыми я хочу вас познакомить, уже светились на нашем канале год назад. Тогда они только рассказывали о своих планах в интервью. И вот спустя год команда Эфилион выдала результаты. В прошлом году на канале Криптодилерс появилось интервью с основателем и главой децентрализованной криптобиржи Эфилион Йеном Хольцем. Гость был тем интересен, что будучи европейским блокчейн-пионером из Барселоны, Испания, выбрал для развертывания своего проекта китайскую платформу NEO. Проект предлагает пользовательский криптокошелек с функцией децентрализованного обменника. Для работы на бирже приложение использует собственный токен APH. Также Эфилион это протокол ДЭП, который может интегрироваться с любыми другими ДЭП. Для этого он использует смарт-контракт блокчейна NEO. Эфилион позволяет проводить P2P-обмен любых токенов. Развернутый на блокчейне NEO проект поддерживает до 10 тысяч транзакций в секунду. Такова нынешняя оптимизация ведущего китайского блокчейна. Также Эфилион был вторым проектом внутри NEO, продававшим собственные токены. Давайте не будем забывать про площадку EtherDelta, которую мы сегодня уже затронули в начале выпуска. Конечно, к ней есть пару претензий, но все-таки стоит отдать дань ветеранам. Платформа работает в экосистеме Ethereum и специализируется исключительно на самом ETH и токенах, выпускаемыми дочерними сетями. Любая криптовалюта, работающая на стандарте ERC-20, набирающая критическую массу для выхода на рынок в качестве спекулятивного актива, первым делом попадает именно на EtherDelta. Важно! В конце 2017 года EtherDelta подверглась взлому через фишинговый сайт, собирающий секретные ключи пользователей. Точная сумма ущерба не уточняется, но он был возмещен администрацией платформы. Примечательно, что клиентов, работавших через MetaMask и Ledger Nano S, взлом не затронул. Недостатком, который постоянно отмечают клиенты платформы, является длительное прохождение транзакций в период загруженности сети Ethereum. Это не весь список. Еще есть IDEX, ForkDelta, OpenLedger и еще куча бирж, которые находятся в стадии запуска. При всем при этом, несмотря на то, что DEX обеспечивают высокий уровень безопасности при сделках и не держат бабки клиентах на собственных счетах, не стоит забывать о базовых правилах безопасности при работе с криптой. Так что не забывайте предохраняться. Ну что, други, настало время для блица. Погнали! Состоялся запуск первого стейблкоина на блокчейне EOS. Привязанный к курсу доллара США, криптовалютный токен CarbonUSD был выпущен в качестве первого стейблкоина на блокчейне EOS. CarbonUSD уже около двух месяцев существует в блокчейне Ethereum. Теперь его можно переместить и в блокчейн EOS, который предоставляет пользователям еще более низкие комиссии и время обработки транзакций, чем Ethereum. Digibyte будет перенастраивать алгоритм каждые 10 дней для борьбы с ASIC-майнерами. Мы с гордостью объявляем, что осуществляем тестирование технологии майнинга следующего поколения. Представьте алгоритм майнинга, который воссоздается заново каждые 10 дней. Под него нельзя создать никакой ASIC. Настоящая децентрализация. Проект Space Chain запустил ноду Qtum в космосе. Сингапурское децентрализованное космическое агентство Space Chain, занимающееся созданием первой в мире открытой блокчейн-сети спутников для разработки и запуска децентрализованных приложений в космосе, сообщило о том, что успешно развернуло на орбите ноду блокчейна Qtum. Это первая полнофункциональная нода Qtum в космосе, которая способна осуществлять транзакции с мультиподписями и запускать смарт-контракты, пишет он в своем твиттер. В процессе выборов в NEM Foundation среди NEM Community появилось немало разногласий. В контексте происходящего известный активист NEM Миша Гранин призвал не паниковать, но оставить свой голос, чтобы выборы не были скомпрометированы. Напомним, что выборы Совета NEM состоятся уже 7 декабря. У вас есть возможность повлиять на исход события, проголосовав за своего кандидата. Ссылки на всю необходимую информацию находятся под этим видео. В преддверии выборов и вскрывшихся фактов, противоречащих духу децентрализованного комьюнити, команда CryptoDealers выражает свою благодарность и поддержку разработчикам NEM и анонсирует серию мероприятий в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и Украине. Ну что, друзья, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо вам за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал, комментируйте наши видосики, ставьте лайки, жмите на колокольчик и обязательно делитесь этим видео. С вами была Миша. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok